Добрый день, уважаемые телезрители! Дорогие карагандинцы! Сегодня у нас в студии, в гостях, ваш земляк, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион, обладатель кубка Велла Баркера, Серик Сапиев. Добро пожаловать! Серик, здравствуйте! Вот я вижу золотую медаль. Один из американских спортсменов, кстати, золотую медаль, использовал в целях благотворительности. Вы как к этому относитесь? Не скажу, кто? Нет. Моя медаль, пусть у меня, я ее... Таким трудом она мне досталась, поэтому я ее никому не отдам. А где было легче? В Пекине или в Лондоне? Я понимаю, что это две разные олимпиады. Ну, везде было тяжелее. И в Пекине психологически тяжело и здесь. Все-таки так, как она мне досталась, мне кажется, здесь тяжело было. Ну, вот, кстати, какая основная была трудность? Вот вы говорите, психологически было тяжело, да? В первую очередь было тяжело. Ну, психологическая нагрузка в первую очередь. Если сравнивать с чемпионатом мира, это физически, ну, как, там больше спортсменов, там тяжелее физически. А здесь на психологию больше давить, потому что ты две недели находишься на Олимпиаде, приезжают спортсмены из Казахстана, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. И ты на своих глазах все это видишь. И думаешь, вот мне еще боксировать, еще самому настраиваться на каждый бой. Вот вы мне сейчас рассказываете, да? А у меня такое ощущение складывается, что вы такой сентиментальный, оказывается, человек. Вы все это через себя пропускаете, да, то, что видите? Нет, через себя не пропускаю. Старался со стороны все это смотреть, наблюдать. Конечно, радовался за своих спортсменов. Вот. Ну, тяжело было просто психология там. Я понимаю, а что помогает справляться с трудностями? Вот вы говорите, было тяжело, да? Что помогает? Воля к победе? Или вы родных в этот момент вспоминаете? Или свою маленькую дочку? Или свою супругу? Маму, отца? Вот в этот момент. Ну, помогает, наверное, просто своя какая-то саморегуляция. С нами работали психологи. Старался, ну, как, близко не принимать сердце. Потому что там это не надо делать. А так сама атмосфера, да, это Олимпийские игры. Все спортсмены собрались. Кроме того, что вы занимаетесь тренировками, своим любимым видом спорта, вы еще какими-нибудь видами гимнастики, йога и так далее, вот чем-нибудь занимаетесь? Нет, не занимаюсь ничем. Просто люблю футбол, люблю баскетбол. Ну, редко. Раньше часто играл на стольный теннис. К футболу, говорите, неравнодушно, да? Ну, люблю играть в футбол. А за кого болели? На Евро чемпионате? На Евро болел за Голландию. Сегодня вы звезда. Вам трудно быть звездой? Нет, особо не трудно. Со стороны... В родном городе, наверное, на каждом углу узнают. Ну, в родном городе, конечно, узнают. Стараюсь поменьше бывать в общественных местах, потому что там один подойдет сфотографироваться, и может сразу толпа приближать. За одним, второй, третий, и только толпа соберется, может фотографироваться. А так, вообще, гуляю в родном городе. Сейчас, конечно, после Олимпиады было очень сильное внимание. Сейчас потихоньку утихает это все. Вот. Ну, когда ухожу на улицу, фотографируется со мной. А родители как восприняли вашу победу? Родители... Вообще, они настраивали, да, перед... Вообще, мама говорит, главное, чтобы жив-здоров приехал. И не важен там, какой результат. Вот. А так, конечно, была бы очень рада. И она очень счастлива, что я выиграл эту медаль золотую. А отец? Переживали вместе со мной. Отец тоже очень рад. Ну, счастлив, что сын завоевал там медаль олимпийскую. Конечно, мои родители, наверное, может, даже больше счастливы, чем я. Серик, вот такой вопрос. Вы до начала Олимпиады были в эпицентре скандала, связанного с костюмом. Угу. Расскажите нам эту историю. Что там случилось? На сборах в Алма-Ате привезли, сняли мерки, костюмы привезли, сняли мерки на костюмы. На следующий день привозят, через несколько дней привозят эти костюмы. У некоторых ребят подшиты, у меня не подшит костюм, хотя мерки сняли. Вот этим я был недоволен. Вот, в связи с этим в Астане на мероприятии подошли журналисты и сказал, вот большой костюм. Сразу раздули этот скандал там. После этого звонили. Ну, я, конечно, все это, там все мне поменяли, это костюм. Вот так, скандал, просто раздули журналисты, пресса, вот это. Им надо вот это какое-то, знаете, чтобы что-то такое. И вот, в связи с этим раздулось все. Как бы вот и скандал получился. А что там история, что за история с гонораром? По поводу 250 тысяч долларов. Вам выплатили этот гонорар? Да, все выплатили. Это тоже наши братья-журналисты, наверное, раздули, да? Да, я где-то, может, намекнул, упомянул, что вот не дали. Все, началось опять там. Потом опять несколько журналистов звонили, пришлось говорить, да мне все дали. Не переживайте. Серик, у вас ожидается пополнение в семье. Кого ждете? Не знаю еще. Не знаете? Или это тайна за семью печатями? Пока не знаем. У вас девочка старшая. Хотите наверняка наследника. Если вот в вашей семье появится мальчик, отдадите его в спорт? Нет, наверное. Если сам выберет спорт, пусть занимается. Вообще, воспитанием детей в семье кто занимается? Супруга? Оба занимаемся. Супруга больше времени проводит с дочкой. Я меньше. А так обои. Ну, скорее всего, самым большее, то супруга занимается. Воспитание. Формулу успеха вы видите для того, чтобы стать успешным человеком. Неважно, спортсменом, экономистом, юристом. Вот от чего зависит успех? В первую очередь. Свою формулу. Моя формула так. Это трудолюбие. В первую очередь. Трудолюбие. Что больше? Что можно еще сказать? Отдаваться полностью тому делу, в котором ты находишься. Ну, трудиться. Надо просто отдаваться своему делу, трудиться. И, я думаю, идти к поставленной цели, какие-то цели ставить перед собой. Вот. Наверное, вот это... Наверное, увлекательным зрителям будет интересно, как у вас состоит, расписан день. 24 часа. Вот в сутках 24 часа. Сколько вы спите? Сколько вы тренируетесь? Сколько у вас подъем? На сборах такой режим. Мы встаем в 7.15 утра. Утром зарядка. 7.45 построение, зарядка. Идем на завтрак. После завтрака в 11 часов тренировка. Каждый день? Да, каждый день. Тренировка. Потом обедаем. Потом тихий час. Час-полтора спим. И потом в 5-6 часов тренировка вторая. Бывает, получается, что зарядка плюс 2 тренировки нагружена. В отбой в 11, в пол 11. Кто как. Бывает, ты в 12 даже уснешь. Потом в 7-5 вставать. Тренера своего за какие качества цените? Тренера. За то, что он не жалеет, за то, что он такой вот требовательный к вам, да? Или у него может какой-то особый подход? Ну, у него подход строгий он. Вот это, как бы, его качество, это его трудолюбие. Он фанат своего дела, отдаётся своему делу. Всегда ищет что-то. Как правильно он мне, как что правильно сделать, какие правильные приёмы. Вот. Ну, вижу, что он фанат. Ну, как бы, мне передалось его, видать, немного. С полуслова, наверное, понимаете друг друга, да? Да, с полуслова понимаю. С полдвижения, жесты какие-то. Всё понимаешь. И вообще, кто сделал прогноз ваш? Кто сказал о том, кому, какому человеку принадлежит идея о том, что вот из него вырастет олимпийский чемпион? Это вот такой настоящий боксёр. Ну, я пришёл на бокс в 11 лет. Таких прям сразу же мне не говорили слов. Вот, из тебя может вырасти олимпийский чемпион. Просто занимался. Дети там, игры. Пошло, как бы, пришло такое желание в 17 лет, то, что я выполнил норматив мастера спорта, вот, пришло желание дальше тренироваться в боксе, добиваться чего-то. С каждым последующим, как бы, достижением приходили новые цели, новые. И так постепенно шли к этой золотой медали. Были, была цель выиграть чемпионат Казахстана, попасть в сборную страны, вот, добились. Потом цель была чемпионат мира, азиатский, чемпионат Азии, всё это добились. Ну, и, конечно, тогда появилась надежда, что можем мы выиграть Олимпиаду. Молодец. Всё в этом. Вот такие цели были. Серик, не хотелось бы сказать о том, что мысли материальны. То есть, вот то, о чём ты задумал, то у тебя в жизни не получалось. Ну, да, в какой-то степени мысли материальны. Ну, можешь сказать, что ты счастливый человек на данный момент? Ну, на данный момент, да, можно сказать, счастливый. От всей души ещё раз поздравляем вас с победами. Мы думаем, что это не последняя победа. И, в первую очередь, крепкого здоровья вам желаем. Буквально на днях, уважаемые телезрители, ваш земляк, дорогой ваш земляк, получит звание заслуженный гражданин Казахстана. И давай по секрету скажем о том, что вот заслуженный гражданин Казахстан, ты на самом деле будешь самым молодым заслуженным гражданином Казахстана. И мы поздравляем тебя, забегая вперёд тоже, забегая вперёд. Я не знал. Угу. Ну, я думаю, что это наше не последнее интервью на телеканале «Первый Карагандинский». Мы с вами прощаемся, уважаемые телезрители. Желаем вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин